Как оживает Донбасс оптовый рынок электроэнергии, расформирование НВФ и субботник на Саур-могиле. Рисунок 2. Иван Лизан колумнист-обозреватель проекта «Однако». Евразия. Родился за полгода до провозглашения Украиной независимости, а 24 августа 1991 года остался без родины. Сфера интересов. Геополитика, право, евразийская интеграция, реальный сектор экономики. Обратный слэш государство создано не для того, чтобы превратить жизнь в рай. Но для того, чтобы она окончательно не превратилась в от обратный слэш Н. Бердяев сопротивление пучу на Украине 5 апреля 2015 года как оживает Донбасс. Оптовый рынок электроэнергии, расформирование НВФ и субботник на Саур-могиле в ходе мартовских мер по ужесточению блокады ЛДНР Киев отключил электростанции Республик от единого энергорынка Украины, что привело к трудностям в работе электростанций. Задача единого энергорынка – обеспечить надлежащее прохождение денег между населением, электростанциями и угледобывающими предприятиями. Отключив предприятие теплогенерации ЛДНР от энергорынка, Киев надеялся досадить республикам. Впрочем, спустя месяц власти республики запустили свой энергорынок, о чем заявил руководитель администрации и главы ДНР Максим Лещенко. Однако Киев на этом не успокоился и перестал возвращать на территорию ДНР пустые железнодорожные вагоны. Украинская сторона начала вымывать с территории ДНР вагонный состав, то есть мы отправляем груженные вагоны с углем, а назад порожняк не возвращается, сообщил Лещенко. Если порожняк не подается на территорию республики, уголь туда, на Украину, отгружаться не будет. При этом Лещенко подчеркнул, что глава ДНР уже поставил соответствующую задачу Минтрансу и Минугля. Кому от этого будет хуже, республикам, в которых все уже привыкли выживать без реальных денег, или же Киеву, теплоэнергетика которого на ладан дышит. Вопрос риторический. 2 апреля глава ДНР Александр Захарченко сообщил о расформировании всех вооруженных формирований, не входящих в состав вооруженных сил ДНР, МВД или Министерства государственной безопасности. Со 2 марта не сложившие оружие подразделения переведены в разряд незаконных вооруженных формирований, НВФ. Аналогичные процессы протекают в ЛНР, где уже разоружили подразделения Русь. Также стали известны промежуточные итоги сдачи населением оружия. В частности, как сообщает ТАСС, сдано с 30 марта по 4 апреля, 120,7 тысячи патронов различного калибра, 3,3 тысячи гранатометных выстрелов, 200 ручных гранат, 32 противотанковые мины, 1 миномет калибра 120 мм, 136 минут различного калибра, 30 ручных противотанковых гранатометов различных модификаций, 42 единицы стрелкового оружия, 10 автоматов. Оружие сдают как гражданские лица, так и разрозненные военные подразделения. Большое количество оружия сдаётся народной милиции. В последнее время туда было сдано 6 пушек Д-30, рассказал начальник следственного отдела генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко. Также 4 марта завершилось восстановление расчётной системы ДНР, а Киев уведомили о том, что теперь нет никаких технических препятствий для проведения выплат населению из Пенсионного фонда Украины. Впрочем, Киев этот факт не особо волнует. А в ЛНР тем временем появились билборды с рекламой Абхазского банка Гарант, по крайней мере, об этом сообщает сайт новости ДНР. Пока же власти ДНР обещают с мая начать выплачивать зарплату бюджетникам, а в качестве временной меры республиканские власти наладили бесплатное питание для учителей и врачей, о чём с невероятным ехидством сообщили про киевские СМИ, пытаясь убедить своих читателей в том, что в ДНР учителя работают за еду на правах рабов. Из культурных новостей стоит отметить проведённый на Саурмогиле общереспубликанский субботник, в котором приняли участие 2000 человек. Все эти события происходят на фоне интенсификации боестолкновений в районе населённого пункта Широкина и проскакивающих в СМИ сообщения о недовольстве Парижа срывом минских договорённостей со стороны Киева. Порошенко тем временем решил предусмотреть новым проектом закона о военном положении и возможность интернирования россиян в спецлагере. Следим за событиями.